Видеоигра Видеоигра — одна из самых мощных средств, созданных человеком. Этот союз воображения и технологий привёл к фундаментальной эволюции человеческого взаимодействия. ЧТОП МЕНЯ! Теперь эта культура, объединяющая 2,4 миллиарда геймеров по всему миру. Да! Вперёд! Но всего 20 лет назад консоли, запустившие эпоху онлайн-игр в гостиной, О БОЖЕ! Толком и не было. Хотели бы делать железо? Нет, этим мы решили не заниматься. То, что Майкрософт может создать игровую консоль, казалось шуткой. Майкрософт? Они носят чин из цвета хаки, они скучные, они офисы Windows. Приставка для зануд. Лучше просто некуда. Новая консоль, казалось, рискованной затеей. Вот она! А эта компания не привыкла проигрывать. Предлагаете взять деньги у Windows и вложить в некую игровую систему? Такое безумие лучше не лезть. Страх, неуверенность и сомнения. Мы сделаем это, да, сэр? Это история о том, как группа увлеченных геймеров изменила курс одной из самых прибыльных компаний в мире. Они видели будущее, скоростной интернет на телевизоре. Это что, возможно? А Билл говорит, надо это сделать, пусть делают. И о том, как к нам в руки попал контроллер. Это будет невообразимо крутая штука. Огонь по готовности! Это способ рассказывать истории. Где бы вы ни были, мы все можем быть частью большого сообщества. Нам это нужно, это наша линия связи. Сейчас это норма, но тогда было научной фантастикой. Мы точно не знали, как это сделать. Иксбокс, смотрите телевизор! О боже! Черт, S2, Майкрософт! Геймеры не простят ни малейшего косяка. Риск был огромный. От провала вас отделяет всего один катастрофический баг. Помню, я думал... Может, нам это не под силу? На поле боя в сфере видеоигр вышел новый соперник. Иксбокс станет будущим. Истинное будущее видеоигр. Иксбокс, захват гостиной. Безлимитные компьютерные игры по сети. Вы так и не поняли. Компания ждет яростная конкуренция. Снайпер, нет! Это бомба замедленного действия. Очень волнительно это включать. Иксбокс тщательно изучает. Четкая картинка будущего видеоигр. Это Иксбокс! Глава первая. Отступники. Здравствуйте, я Билл Гейтс. Президент компании Майкрософт. В этом видео вы увидите будущее. Идея Windows появилась в Майкрософт еще в 1983 году. Я быстренько покажу вам пару основных функций продукта. Графический интерфейс. Неотъемлемая часть нового поколения компьютеров, которые еще никогда не заходили так далеко. Когда я пришел в Майкрософт в 1987 году, мне как и многим там было 27 лет. Мы были чудесной молодой компанией с чудесным молодым основателем Биллом Гейтсом. Он лучше всех разбирался в бизнесе. И в технологиях. Он мог генерировать идеи, как никто другой в этой сфере. Все продвигалось очень быстро. Это было место, где люди не сдерживали себя. Прекрасное место для тех, кто действительно Хотел дать себе волю, расти, учиться. Билл Гейтс и его команда подрывали устои. Это было явно и впечатляюще. Мы считали себя бунтовщиками. Знаете, то есть были крупные компании типа IBM, и мы кучка бунтовщиков-хакеров, занимающихся классным делом. Я смотрю в наше будущее с большим оптимизмом. Но в 1995 году все изменилось. В компьютерных магазинах Windows 95 на расхват. Пользователи персональных компьютеров занимали очередь с ночи и толпились в магазинах, чтобы купить копию. Выпуск Windows 95 стал первым выходом в свет для всей компании. В Microsoft сделали то, о чем мечтали все в мире. Она была как воздух. Она существовала и была нужна. В современном мире без компьютера никуда. Тут тысячи программ, которые могут нам понадобиться. Я могу запустить 3-4 приложения одновременно. Пользоваться Windows 95 так просто, что даже ведущий ток-шоу разберется. К концу 90-х доход от продаж Windows составлял миллиард долларов в месяц. Три, два, один! Не бежать! Это был самый прибыльный бизнес в истории человечества. Вряд ли было что-то, хоть отдаленно похожее, если не считать испанцев, приплывших в новый свет. И в буквальном смысле, выпотрошивших гору из серебра. У Microsoft деловые отношения с NBC. Мощнейший двигатель в новую эру компьютеров. Гигантский банкомат. Несогласный с правительством. В конце 90-х мы были плохими парнями. Звездой смерти. В целом, у Microsoft была не лучшая репутация. У Министерства юстиции были претензии по поводу монополия. Нас вспоминали по любому поводу. Люди считали нас большой плохой технологической компанией. К 1999 году 90% компьютеров во всем мире работали на ОС с Microsoft Windows. Они были неприкосновенны, несравненны, без реальных соперников. Мы преуспели в мире операционных систем, в сфере ПК. Раскрутили Microsoft Office. Мы были техногигантом. Windows захватил индустрию и преобразовал мир. Но в тот период препятствия возникали со всех сторон. Десятки лет компания Sony была японским электронным гигантом. Производившим устройство для дома и личного использования. А затем, в 1994 году, Sony озолотилась на PlayStation. Невероятно успешная игровая консоль. Выпуск PlayStation привел к популярности игр в поп-культуре. В Sony увидели возможность сделать игры еще большим и сенсорным развлечением. Компания Sony осознала, что консоль — это троянский конь в гостиной. И, оказавшись в гостиной, она может стать мультимедийным устройством. Sony выпускала разные устройства для дома. В некоторых был жесткий диск, как в видеорекордере. Где-то память, где-то процессор. Если бы они все это соединили, получился бы компьютер. Потенциально реальная угроза для Microsoft. Без лишних слов, представляю вам. Новое поколение технологии PlayStation. Еще до выпуска PlayStation 2 компания Sony создавала орел неизбежности. PlayStation 2 была следующим козырем. И ничто не должно было стоять на ее пути. Прикончи его! Они говорили, что новая PlayStation настолько мощная, что заменит ПК. На торговых выставках Sony показывала нашим клиентам кадры дома будущего, где повсюду были устройства PlayStation и не было ПК. Это было все равно, что стрелять из пушки над офисом Microsoft. С их стороны это было ужасно высокомерно, но в то же время по адресу — серьезная угроза. В 90-х Microsoft царила паранойя. И когда кто-то сказал, что Sony поставит ПК в гостиной, все обратили на это внимание. А если Sony займет гостиную, что будет делать Microsoft? Возможный ответ бродил не в управляющих верхах, а в глубинах корпоративной структуры Microsoft. Четырех отступников из команды DirectX, чье ПО помогало разработчикам создавать игры для Windows, объединяло яростная вера в то, что за играми будущее. Я руководил командой разработки в DirectX вместе со своим коллегой из отдела маркетинга DirectX с Тедом Хейзом. Мы начали задаваться вопросом, в каком направлении движутся графические технологии. Windows победила в войне операционных систем для ПК. И мы начали думать о вероятных угрозах и возможностях в будущем. Круг быстро сузился до игр и комплексная мультимедийная платформа для гостиной. Это были наши возможности. Оттот тщательно строил карьеру Microsoft и уже рисковал. Ведь он мог быть ценным программистом в официальной группе Microsoft, типа Windows или Office. Вместо этого он выбрал группу DirectX, потому что у него была страсть к графике. В наших с Тедом командах были ребята, интеллект которых мог нам пригодиться. В их числе Шеймус Блэкли. Как описать Шеймуса? Он тот еще фрукт. Умнейший человек, каких мало. Шеймус не только физик и великолепный математик. Он воплощение истинного разработчика игр. Когда я ребенком увидел аркадные игры, увидел Computer Space, то первым делом подумал не о том, хочу ли я играть в эту игру часами, а о том, как сделать свою. Одним из сотрудников Теда был Кевин Бахос. У него был опыт в сфере финансов и анализа рынка. Кевин как вулкан в самом лучшем смысле. Он общался с миром сугубо интеллектуально. Это верно. В нем мы трудились на DirectX, но много думали о том, как разработать совершенно новую технологию, направленную исключительно на создание самых лучших игр. Мы четверо играли в игры, любили их и хотели их делать. Для нас это было важно. Они работали над DirectX с набором программных инструментов для стандартизации разработки игр на разных машинах, который понравился разработчикам игр для ПК. Но команда нашла способ продвинуть DirectX дальше и перевернуть представление о разработке консольных игр. С Windows и DirectX у нас была платформа, на которой все хотели делать игры. Была вся необходимая инфраструктура для разработки технологий на нашей платформе. Надо было только создать единый аппаратный стандарт. Устройство исключительно для DirectX. Так мы поняли, что могли бы делать игры лучше, чем Sony, Nintendo и Sega. Тогда японцы ставили в игровые консоли собственные микропроцессоры, которые не очень-то подходили западным разработчикам. Инструкции к ним были на японском языке. Группа DirectX предложила способ лучше. Использовать знакомую всем архитектуру ПК, которая будет работать сразу, освобождая время на создание и разработку игр. Они старались для разработчиков и говорили им, если вы уже писали игры для ПК, то можете делать это и для консоли. Это очень мощный посыл. Мы хотели повысить интерес со стороны геймеров и разработчиков игр, что повысило бы интерес со стороны Microsoft. Мы решили, что это подходящий момент, чтобы укрепить идею создания игровой консоли от Microsoft. В то же время никто не верил, что у Microsoft хватит смелости попытаться это сделать. Мы вчетвером искали тех, кто поддержал бы безумную идею поставить в гостиную устройство на DirectX для работы с интерактивным контентом. Мы врывались на совещание и пытались донести идею. Мы всех раздражали. Нас никто не знал. Нам все время встречались важные люди, которые создавали препятствия. Не понимали идею или не считали игры значимыми. Предлагаете изъять деньги из разработки Office и вложить их в какую-то игровую систему? Эти люди боялись встречаться с нами. Не удивительно, изменение устойчивого курса компании такого масштаба как Microsoft было нетривиальной затеей. Понимая, что связи в Microsoft значит не меньше, чем знания, мы привлекли того, кто мог поддержать идею создания игровой консоли от Microsoft. Нета Брауна. Я провел много времени беседуя с разными командами и работая над долгосрочной стратегией. У Нета было невероятно много связей. Он открыл для нас множество дверей. Нет был нашим Оби-Ваном Кеноби. Мудрецом, который появлялся и говорил, «Я знаю, кому надо позвонить, а вам надо поговорить с ребятами в том или ином отделе». Он знал структуру Microsoft. Это была битва за то, чтобы понять, как тут все работает. Нет сразу сказал, что нам нужно хорошее кодовое название, чтобы оно запоминалось людям и жило своей жизнью. Нет сказал, «Это же устройство DirectX, DirectXbox для гостиной». Я такой, «Да, это DirectXbox, именно так». Мы так и написали на доске «DirectXbox». И все время повторяли это странное название. Вот это DirectXbox. Помню, я сказал, «Это слишком длинно, просто Xbox». И нам понравилось. Это было кодовое название, временное, пока не придумаем что-то получше. Мы создали модель проекта, показывающей его масштаб. Чтобы получить одобрение, надо распространить, социализировать. У меня была фишка. Я показывал наш проект руководству, чтобы им захотелось понять, что это такое. Команда сделала логичный выбор. Остановилась на топ-менеджере, который буквально говорил на их языке. Я быстренько сыграю. Эд Фриз был ветераном Microsoft, пришел туда стажером. Эд играл важную роль в разработке Office. Одна из крупнейших франшиз Microsoft даже в то время. У него была страсть к играм, он любил их, написал игру в очень юном возрасте. Когда старшеклассники впервые устраивались на работу, Фриз уже обналичивал гонорар за свою первую игру. Взглянем на этот первоклассный продукт. Это был клон хитовой Аркады Фрогер, уместно названной Фроге. Как видите, очень оригинально, да. Когда я ушел из офис, лидеры игровой группы мне говорили, что это карьерное самоубийство. Спасибо, это все. Доброй ночи. Зачем менять офис, важную часть компании, на то, что никому не нужно? И когда я возглавил игровую группу, я понял, что это правда. Всем было плевать на то, что я сделал. Прекрасно. В 95-м игровая группа была маленькая, всего около 20 человек. Во многих технологических компаниях не особо уважают сторонние увлечения. Тогда в Microsoft не особо интересовались играми. Мы были этаким хобби. Мы были геймерами, работавшими в недрах какого-то офисного здания Microsoft. Тогда нашей целью было продвижение Windows как игровой платформы. Я знал, что делаю непопулярную работу. И мне это нравилось. Пытаться продвинуть Microsoft в сфере игр для ПК. После выпуска Windows 95 нам выдали футболки с надписью «Microsoft знает толк в играх». Было очевидно, что мы не знали толк в играх. Иначе зачем нам писать такое на футболках? Выберите любимую форму! Мирового господства в Age of Empires. Но через пару лет мы выпустили Age of Empires. Эта игра увлекала до безумия. И она годами оставалась одной из знаковых стратегий для ПК. Для нас это был огромный успех. Мы начали собирать данные и увеличивать тиражи. Мы выпускали все больше качественных игр и дошли до того, что нас стали уважать в Microsoft. А люди такие, ну ладно, Microsoft и правда знает толк в играх. Эд взял увечное производство игр, починил его, сделал прибыльным и нашел способ реализовать это в Microsoft. Это сложные корпоративные приемы, двойной черный пояс по Айкидо. Превратив крошечный отдел игр для ПК, прибыльное подразделение Эд завоевал доверие Билла Гейтса. Но фриза это не удовлетворило. Наша доля рынка для ПК поднялась выше 10%, но при этом мы не развивали тему консоли. И я считал, что зря. Рынок был огромный. Однажды парни из команды DirectX зашли в мой офис. И подкинули мне эту штуку, Xbox. По сути, то, что они подкинули, было замаскированным ПК. Я подумал, отлично, это мой мост в консольный бизнес. Устройство, работающее на чистый DirectX, то есть части Windows, ориентированное на разработчиков игр, было революционным. К такой машине легко подключиться, легко запускать свои игры. Не то, что на тогдашних PlayStation. Или Nintendo, которые в сравнении с ПК были чужеродными. Эд понимал, что разрабатывая игры, для ПК мы хотели сделать консоль, для которой было бы легко и весело писать игры. И если на твоей платформе создаются шедевры, то это хорошая идея для бизнеса. Я сказал, я в деле, мне нравится идея, я хочу вам помочь. Команда DirectX – это бунтарии выскочки. У них не было такой репутации, как у Эда, который был сотрудником Microsoft до мозга костей. Они не обладали политическим весом в компании. Для них было победой склонить меня на свою сторону. Этот маловероятный союз приблизил команду Xbox к самой серьезной проверке – презентации для Билла Гейтса. И такая возможность появилась раньше, чем можно было ожидать. 2 марта 1999 года. После презентации PlayStation 2 компания Sony начала говорить о том, как консоль убьет ПК. На пороге следующего столетия мы представляем новое решение. Наш ИИ – Emotion Engine. Отличное было название – Emotion Engine. Черт подери. Наша новая архитектура ЦП значительно превосходит по мощности даже самую быструю архитектуру Pentium 3, доступную сегодня. Они показали красивых бойцов, вращающиеся модели, а еще тысячу нежных лепестков роз, падающих с неба, чтобы все увидели вот прямо в цифрах, сколько полигонов может обработать этот монстр среди устройств. В нем была заключена мощь тысячи солнц. Это показало Microsoft, каковы реальные ставки. И Билл попросил команду DirectX провести анализ заявлений, сделанных Sony. Начало очереди. Понятное дело, попасть на прием к Биллу было почти невозможно. Мне было очень непросто устроить это. Да еще и быстро. Отто и Шейма сделали отличный разбор очень технически, показав, что может Emotion Engine, а что нет. Какие заявления правдивы, какие преувеличены. А в конце – большая наглость. Вскользь упомянули, что вообще-то мы и сами можем сделать консоль. И мы собрали то, что тогда казалось очень веским аргументом. Гейтса интересовала жизнеспособность консоли от Microsoft. Но только в середине марта 99-го года, всего через неделю, после официальной презентации PS2, эта идея наконец-то стала известна элите компании, на ежегодном выезде для руководства. Билл Гейтс ежегодно устраивал семинар в Симиаму, чтобы обдумать и решить, каким типом проектов дать зеленый свет. В программе этого трехдневного выезда было мероприятие типа генератора идей. Мы все сидели в комнате, и каждый мог предложить тему для обсуждения. Мы писали вопросы на бумаге и стояли, держа их перед собой. Люди ходили и выбирали, над какой темой хотели бы работать. В том году я написал, что если бы кабельные компании, такие как AOL и Sony объединились и создали бы фонд из средств, потраченных на привлечение покупателей. Они могли бы выпустить устройство бесплатно, потому что оно стало бы массовым, и спрос был бы очень высок. Вот что я сказал. Если бы они сделали домашнюю игровую консоль, она была бы как комета, врезавшаяся в землю и истребившая динозавров. То есть ПК с Windows. Вдруг Sony найдет союзников и выдавит нас. За мной выстроилось много людей, в их числе Билл. Мы пошли и пару часов проговорили на эту тему. Мы два часа перебрасывались аргументами, за и против игровой консоли, обсуждали конкуренцию с Sony. И когда мы вышли, Гейтс дал добро. Он хотел, чтобы я разобрался, как нам действовать дальше. Большой вопрос Томпсона вызвал отклик у Гейтса, и по компании полетел призыв ко всем, кто мог ответить. Это был сигнал всем постам для старшего руководства, по всей компании, кто работает над этой темой. Итак, в марте 1999 года команда Директ Икс и все другие группы в компании, хоть как-то связанные с играми, собрались на совещание, чтобы обсудить, нужна ли компания в целом полноценная стратегия в сфере игр. Мы воспользовались случаем и сказали, у нас есть не только точка зрения, но еще и презентация. PowerPoint, мы ее всем покажем. В ней мы и команда Директ Икс говорим компании, что надо сделать. Совещание, конечно, забурлило, такого никто не ожидал. Но мы с большим удивлением обнаружили, что и в других отделах компании есть желание этим заняться. Я руководил командой, известной как группа Windows CE. Windows CE — это операционная система, разработанная для устройств вроде карманных ПК и даже игровых консолей. Мы сотрудничали с Sega при работе над их новейшей консолью под названием Dreamcast. У нас была команда специалистов по железу. Некоторые из них раньше работали в 3DO. Испытали потрясающую мощь системы Panasonic Real 3DO. Это была настоящая игровая консоль. Хоть эта модель и не стала коммерчески успешной. У нас, как у команды, был опыт работы с железом. И предложение для Microsoft по тактике в сфере консолей. Конечно. Они думают, что знают, как сделать консоль. И что это их, а не наша задача. Мы открыли дверь, Билл заинтересовался. Они теперь займут наше место и войдут в эту дверь. У них были средства, репутация, лидирующая позиция, поддержка руководства. Они сказали, мы знаем, как это сделать. Что эти дети понимают? Выберите нас. Команда DirectX была молодая голодна. У них были технические знания, видения. Но команда Windows CE была хорошо известна в компании. И на их стороне был опыт. Неожиданно все превратилось в гонку за легитимность внутри Microsoft. Где победитель получил бы право выпустить консоль на рынок. Это привело к большой битве с Биллом. Microsoft часто так поступали. Стравливали две группы умных людей. Это в духе Билла Гейтса. Сцена для боя в клетке была готова. Команда DirectX и Windows CE сразятся за право создать игровую консоль от Microsoft. Перед основателем Биллом Гейтсом. Трофеи достаются победителю. Собрания, где присутствовал Билл, были потрясающими. Но в то же время очень напряженными. Кто-то запутался, кто-то не думает. Он был легендой. Если ты приходишь и несешь чушь, тебя заткнут. Нет, вы не понимаете. Вы никогда не понимали. Не имели ни малейшего представления об этом. Так что мы очень старались не нести чушь. Он гений. Но это была очень агрессивная мужская культура. Много ругательств. Умнейший человек, но если ты ляпнешь глупость... С меня хватит. Первый раунд. С позиции моей группы у нас все было хорошо. Мы думали, они ничего не смыслят в консолях, поэтому слегка недооценили их. Готовы? В бой! Наше предложение было очень похоже на актуальные тогда принципы построения бизнеса на рынке игровых консолей. Надо учитывать ситуацию на рынке. Ребята из Windows CE выступали в защиту модели. Но она была не особо интересной. На их презентации для Билла мы сидели в ужасе. А они, по сути, предлагали воссоздать 3DO. Или сделать такую же консоль, как у других. И мы такие, о боже! Нельзя выходить на рынок с копией продукта конкурентов. Нам нужно разрушить его, сделать то, что они не могут. Команда Windows CE вела презентацию. Говорила об устройстве бла-бла-бла. А потом команда DirectX встала и представила свое видение Xbox. В нашем плане было два пункта, которые мы считали обязательными для успеха Xbox и игр под нее. То, чего раньше никто не делал в консолях. Первое — жесткий диск не только для того, чтобы сохранять информацию о статусе игрока и его достижения. Мощное! Но и для хранения больших объемов данных. Доступы к ним и внесения изменений. Помню, все долго обсуждали, нужен ли жесткий диск. Или не нужен. Мы считали, что не нужен, не видели его преимуществ. Вторым необходимым компонентом, по нашему мнению, была сеть Ethernet. Sega Dreamcast, по сути, была первой в истории консолью с онлайн компонентом. Но там был удаленный доступ через модем. Технология того времени. Мы понимали, что это временное решение. Мы целились в будущее, поэтому хотели интегрировать Ethernet и скоростной широкополосный интернет в телеприемник. Хотели сделать ставку на будущее, а не на настоящее. Возможность подключения машин друг к другу и к интернету была ключевым элементом ДНК. Мы продвигали самую традиционную игровую консоль. А команда Xbox, как я понял, предлагала нечто вроде «Мы возьмем ПК и сделаем из него консоль». Это звучало неправдоподобно. Бизнес работал не так. Последний раунд! В бой! Обе группы предлагали идею создания игровой консоли, но совершенно разными способами. Собрание стало очень напряженным. Мы смотрели, как они гадят на наш план, говорят, что он провальный, и объясняют Биллу, как работают консоли. Я ждал «Давай, Билл, убей их! Заткни их, они несут чушь!» А он молчит. Я хотел увидеть былого Билла Гейтса, ветхозаветного Билла Гейтса. Того, кто вышвыривал человека из собрания, велел не возвращаться и называл его самым тупым в компании. К моему ужасу Билл сидел, откинувшись, поглаживал подбородок и был очень задумчив. Билл сказал, «Я думаю, у обеих команд есть хорошие идеи». Казалось, он не сильно впечатлен. «Колизей!» Перед аудиторией мы поняли, надо объяснять каждый шаг. Ребята из Директ Икс знали, что на рассмотрение Биллу Гейтсу можно отдавать только что-то и правда выдающееся. Так что, готовясь к этому собранию, мы все не спали неделю. Мы сделали небольшое устройство, но довольно старой технологией ПК. С корпусом, как у консоли. Мы изменили Windows, проделали его из дыру. Сверху донизу, открывающую доступ к железу. Там были компоненты ПК и игровой контроллер. А вся конструкция держалась буквально на жвачке и скотче. Мы паяли, зачищали провода и все такое. На заднем сидении нашего автомобиля. Или на полу зала для совещаний. Пока делали эту штуку. На ней был уродливый таймер со временем запуска Windows-кнопки. Запуск ПК 20 лет назад занимал около 3 минут. Иногда больше 5-6 минут. Эти ребята поиграли с ПК, вытащили все ненужное, внесли изменения в BIOS. Я включил его, и оно запустилось за 3 или 4 секунды. Билл Гейтс почти перепрыгнул стол, когда увидел это. Билл тут же огляделся. Почему Windows не запускается так всегда? Да, Билл хотел посмотреть на это несколько раз. Такой, выключи, включи еще раз. У него отпало челюсть, я видел. Человек, который знает о ПК больше, чем кто-либо в мире, когда-либо узнает, вероятно, впервые увидел, как ПК запустился моментально. А еще у нас был программный эмулятор PlayStation, написанный для Windows. Представьте удивление руководства, когда мы взяли диск для PlayStation, вставили его в прототип Xbox, и на экране появилась игра Tom Brider во всей красе. Это добавило правдоподобие. Сделало идею Xbox более осязаемой, реальной и достижимой. Команда DirectX показала высший пилотаж и сыграла куда лучше нас. Честно говоря, мы недооценили то, с чем они намеревались прийти. Собрание закончилось не в нашу пользу. Парни из Windows CE буквально сказали, «Это не честно, нам не дали шанс сделать машину». И кто-то ответил, «Уничтожить его». Их тоже не просили делать машину, но они сделали. Команде Windows CE не повезло, они вышли на бой с презентацией PowerPoint. Оглядываясь назад, я думаю, что Билл посмотрел на нас, увидел частичку самого себя у истоков Microsoft, и решил, что это сработает. Билл отреагировал так, «Вы говорите, что это на пользу Windows, и на основе Windows. Windows будет в гостиной. Все это разумно». Предлагаете нам вложить в это 500 миллионов долларов? Покажите презентацию Стиву. Как думаете, сколько стоит эта продвинутая операционная среда? Подождите минуту, не отвечайте! Стив один из самых восторженных и энергичных людей, которых я когда-либо встречал. Его энергия и энтузиазм на сцене на 100% искренне. Если самым большим фанатом Xbox тогда был Билл Йейтс, то самым большим противником – Стив Балмер. Стив, как хороший бизнесмен, любил делать деньги. Он любил крупные ставки, но только те, которые окупятся. Как раз тогда Билл передавал должность гендиректора Стиву. Они договорились на пару лет, что безумная идея Билла, стоящая кучу денег, сначала будет согласовывать Стив. Это привело нас на итоговое совещание, где собрались множество руководителей со всей компании. Полный зал, представители самых разных отраслей. От организации продаж на местах до самой технической части. Много очень заинтересованных людей. Стив большой человек и Билл там, и мы с этими супер знаменитостями, в чьих руках наша судьба, и Стиву очень не нравится, что мы хотим так рисковать. Балмер очень хорошо понимал, откуда масло на хлебе Microsoft, и откуда поступают деньги. Наша компания была известна офисным ПО. Он не хотел, чтобы какая-то видеоигра, или сам факт того, что мы делаем игры, стал угрозой насущному хлебу компании. Стив посмотрел на идею Xbox и увидел безумие. Он подошел к доске и сказал, во сколько это обойдется? Сколько будет стоить жесткий диск? Ethernet порт? А графический процессор? Он все это сложил и сказал, не может быть, чтобы вы... Какой у вас резерв на возврат? Резерв на возврат? Что это значит? Мы честно признались, что ничего не понимаем в аппаратном обеспечении. Но мы были геймерами и разработчиками игр. Мы строили свои карьеры на играх. Мы знали, что 3D-игры берут разгон, что совсем скоро появятся онлайн-игры, а лучшие и умнейшие разработчики в мире смещают фокус с ПК на консоли. У нас была возможность создать нечто, что объединило бы в себе равенство, репутацию фирмы, все технологии и средства программирования, созданное для разработки приложений Windows, и поместило бы это в гостиную. Это и был продукт, который мы предлагали, Xbox. Оглядываясь назад, можно сказать, что Стив и Билл увидели будущее, ускользающее от Microsoft. Да, Microsoft считалась доминирующей компанией той эпохи, но ее успех и даже выживание не были предопределены. Если Microsoft упустит эту возможность, то окажется не на той стороне будущего технологии. И тут все на минутку остановились и задумались. Нам нужно было ухватиться за производство консоли. Думаю, именно тогда Билл и Стив поняли, что надо сделать Xbox. Совершенно потрясающий момент. Мы убедились Стива, Билл уже был убежден. До сих пор они отлично справлялись, правда же? Думаю, Билл считал, что ПО на устройстве в гостиной может дать уникальный опыт домашнего использования. Мы могли начать с видеоигр и продолжить в других направлениях. Это была возможность вернуть душу, которой обладала Microsoft в самом начале. Создать нечто революционное новую платформу. Мы хотели сделать то, что никто не делал. Выпустить консоли от компании, производящей ПО. В Microsoft такого не бывало. А потом стало ясно, что нас ждут серьезные испытания. Сначала вопрос был в уровне доверия. Нам нужно было сделать все, чтобы убедиться, что игровая индустрия воспринимает нас всерьез. Соотношение мощности, производительности и цены. Нельзя ошибиться ни с одним из этих факторов, если хочешь достичь успеха. Нужно было решить множество задач и с железом из ПО. Мы поняли, что нам необходим лидер. И нам было ясно, что им должен стать Рик Томпсон. Он задавал лучшие, самые продуманные вопросы и должен был стать частью ответов. Так что Рик пришел к нам опытным руководителем. И он разбирался в том, как работают периферийные устройства. Мыши и клавиатуры. Он должен был выстроить план и стратегию развития. Я тогда говорил, что еще не дорос до этой работы. Но через пару дней Стив Балмер вызвал меня к себе и сказал, давай проясним, теперь это твоя работа. Ты тратишь много денег, говоришь, что выйдешь на потребительский рынок, если что-то пойдет не так. Это может стать пятном на репутацию компании. И оправиться от такого удара будет трудно. Риск был огромен. Мы могли потерять много денег. Я чувствовал страх, неуверенность и сомнения. Я, как деловой парень, должен создать бизнес-модель с маленькой командой из тех, кто помогал мне железом. Четыре человека из Директ Икс. Никто из нас не знал правила этой игры. Мы стояли, переглядывались и говорили, вот блин, и что нам теперь делать? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok